Вот здесь, допустим, это уже третий момент, я его еще не успела ставить. Значит, что у нас тут? У нас это облачко, оно должно быть беленькое, оно должно быть овальным. А у нас получается не овально, а какой-то вот такой вот фигурки, да? То есть вот это вот место, оно как-то негармонично смотрится. То есть я японские сканы оставила не только для сравнения шрифта, но и для картинки самой, да? То есть клинеру в помощь тоже немножко. То есть, да, японские сканы у нас, конечно, гораздо хуже там, ну, по четкости, чем английские. Но все-таки им можно воспользоваться. То есть в японском оригинале у нас вот рука полностью дорисована и стаканчик весь виден, да? То есть мы можем спокойно вот этот кусочек взять, скопировать просто-напросто и воспользоваться им в качестве, ну, в качестве нашего кусочка клина. Вот так сейчас мы его скопируем, вот этот кусочек. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, японский выключаем и тащим в нужное на место. Где-то, где-то вот так вот, да? Сейчас я поближе чуть поставлю и попасть нужно. Слишком высоко. Вот как-то так, да, получается. Лишние моменты можно будет спокойненько удалить, стереть. Секундочку. Так, лишние моменты можно будет немножко подтереть вот так вот, да, допустим, палочки для руки, чтобы вот так. Стаканчик хорошо тут виден. Вот здесь вот еще тоже немножко подправить с волосиками. Ну, чтобы более-менее так гладенько выглядело все это дело. Вот как-то так. Хорошо? Более-менее хорошо. Вот, все, соединяем этот слой с фоном, Ctrl-E, и готово. У нас тут видна и рука получается, и стаканчик. Они, конечно, не такие четкие, как нам бы хотелось бы, да? Можно попробовать с четкостью поиграть немножко. Где-то у нас резкость, вот, инструмент резкость. Ну, буквально так, чуть-чуть. Раз, два. И тут еще тоже так кусочек. Раз, все, готово. Редактор субтитров А.Семкин